Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Курс на Запад и министр без погонов. Рада приняла закон о нацбезопасности Украины. Как он изменит оборону страны? Спасти от пыток. Европейский суд хочет знать, не кормят ли Сенцова принудительно. Откуда подозрения? Его заставили? Трамп все же запретил разлучать мигрантов с детьми. Остановит ли это раскол Америки? Лечиться или выжить? В британской больнице целое десятилетие убивали пациентов, на чьей совести полтысячи смертей. Верховная Рада поддержала законопроект о национальной безопасности. За этот документ проголосовали 248 народных депутатов. Также они поддержали создание антикоррупционного суда. Как проходило голосование и какие изменения ждут украинские вооруженные силы? Узнаем от Ксении Барвиненко. Витаю комитет всей рабочей группы. К законопроекту о нацбезопасности поступило полтысячи правок. Их обсуждали два дня и по традиции в полупустом зале. Только к голосованию депутаты собрались в зале. НАТО нам нужно, безумовно, для того, чтобы обеспечить долгосрочную безопасность Украины в военной сфере, в других сферах. Потому что стандарты НАТО – это не только защищенность территории, территориальной силы, независимости Украины. Это и защищенность прав и свобод человека, гражданина, которые живут в Украине. Поэтому это очень важный крок. Мы создали и подсилили належные повновления парламентского контроля. Национальная безопасность – это комплексная вещь, в которую входят и безопасность. Військовая, энергетическая, экономическая, продовольственная, экологическая, медичная безопасность. А то, что нам предложили голосовать, это был суто декларативный документ, который до того же враховывает только частную військовую безопасность. А там перераспределил посад, декларация, что страна хочет идти в НАТО, тем больше никто нас туда не прийма, враховывая территориальный конфликт. То есть это суто декларативный документ, который мы не поддержали. Согласно проголосованному закону, министром обороны назначают гражданское лицо, как и его заместителей. Также документ предусматривает разграничение должностей начальника генштаба и главнокомандующего ВСУ. Последний является высшим должностным лицом в вооруженных силах. Его назначает и увольняет президент. Оппозиция назвала это манипуляцией. Принциповыми правками есть те правки, которые нивелюют антиконституционное увеличение повноважений президента. Давайте не переоценивать те законы, которые принимаются в Верховной Раде. Проблема поляга не в принятии законов, або не только в принятии законов. Проблема поляга в том, как эти законы в дальнейшем выполняются. А вот в коалиции надеются, что новый закон поможет сделать оборонный бюджет более прозрачным и все-таки приблизит Украину к стандартам НАТО. Мы должны адаптировать свое законодательство, если мы говорим о какой-то далекой перспективе współпрости с Альянсом, або быть в будущем, возможно, и стать членами НАТО. Для этого нужно адаптировать свое законодательство. Закон про нас безопасность не решает всех сторон, которые должны быть. Он решает очень много вопросов. Ну, прежде всего, цивильный контроль над вооруженными силами. Дальше Рада перешла к законопроекту о создании антикоррупционного суда. Документ технический. Он предусматривает только сам факт создания нового судебного органа. Но в парламенте все равно возникли споры. Сколько можно создавать еще так званых антикоррупционных органов? Сколько денег украинцев еще нужно потратить, чтобы наконец прекратить коррупцию в Украине? От района до верховного все суды должны быть антикоррупционные, честные и справедливые. А вы для украинцев даете коррумпованную судовую систему, где никто не решит своих вопросов, где никто не найдет правды. Когда нет блата, когда нет волокатой руки, а для себя створяют антикоррупционные суды и кормушки. У нас за три недели будет саммит НАТО. Очень важная встреча президента с комиссией НАТО, Украины-НАТО. И мы туда должны приехать с какими-то результатами. А уже завтра, по традиции, пленарный день начнется с вопросов к правительству. Нардепа в первую очередь интересует, когда Кабмин отчитается о результатах работы в прошлом году. Ксения Барвиненко, Наталья Шумакова, Владимир Самченко, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. На принятие закона о нас безопасности уже отреагировал президент Петр Порошенко. Глава государства поблагодарил депутатов за работу. По его словам, закон создает все возможности для военно-технического сотрудничества с международными партнерами, в частности с НАТО. В результате выполнения закона, Украина станет сильнейшим, а безопасность громадян – надежнейшим. Когда мы имплементуем этот закон, военно-технические силы Украины. И весь безопасный сектор полностью будут отвечать критериям членства Украины в НАТО. Этот закон – важный крок на шляху европейской и евроатлантической интеграции. Это наш стратегический курс, и в ближайшее время я должен закрепить его в Украинской Конституции. Госстат умело манипулирует данными, так считает нардеп Сергей Каплин. По его мнению, долги страны растут, украинцы беднеют, и в то же время ВВП по информации Госслужбы статистики вырос на 3%. На жилье и коммуналку по версии Госстата украинцы тратят всего лишь 11% доходов. Нардеп намерен разобраться, по каким таким формулам процветает украинская экономика и предлагает создать для этого рабочую группу. У меня такое впечатление, что Государственный комитет с вопросами статистики, который рассказывает нам, как мы хорошо живем, работает пиар-службой Кабинета Министров Украины и Коалиции в парламенте. Идет человек на рынок, смотрит, как растут цены на картофель, капусту, мясо. Нам понятно даже не смотрится. И слушает по телевизору звезды урядовцев. О том, что у нас на три с половиной вырос валовый внутренний продукт. У нас вырос доход от экспорта. Правительство приняло программу по борьбе с контрабандой. Новые нормы усилят уголовную ответственность для контрабандистов и чиновников, которые им содействуют. По словам экспертов, объем так называемого серого импорта достигает 80%. В цифрах это от 70 до 100 миллиардов гривен. Соответственно, бюджет недополучает часть налогов. Я буду вернуться к органам судовой влады, которая полностью независима, чтобы непредвзято, публично, открыто рассматривать эти дела. И как можно быстро, чтобы каждый, кто до этого причетный, до фактического руйнации нашей экономической миссии был покаран. Освободить украинских политзаключенных из российских тюрем призвал Владимира Путина, президент Украины Петр Порошенко. В телефонной беседе он также заявил о том, что омбудсмена Людмилу Денисову нужно допустить коллегу Сенцову и другим заключенным украинцам. Президент подчеркнул, что Россия должна выполнять минские договоренности, согласно которым все украинские заложники на оккупированных территориях и удерживаемые в российских тюрьмах должны быть освобождены. Речь также шла об активизации работы в нормандском формате. У Олега Сенцова проблемы с сердцем и почками. Об этом после разговора с его адвокатом заявила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. Адвокату удалось попасть к своему подзащитному, который голодает уже 39-й день. Есть риск, что Сенцова будут кормить принудительно, так подозревает Денисова. Разобраться, что происходит на самом деле, намерены в Европейском суде по правам человека. Все подробности узнаем от Елены Абрамовича. Кормить принудительно это жестоко, бесчеловечно и унизительно. Более того, это запрещено международным законодательством, заявила уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова. Подозрение, что Олега Сенцова кормят принудительно, вызвали слова ее российской коллеги. Абудсмен РФ Татьяна Москалькова назвала голодовку украинского режиссера фактически лечебной. Выглядит хорошо, получает поддерживающую терапию. Витамины, глюкозу, белки, собственного согласия получает. То есть у него фактически там как лечебное голодание получается. Ну а так голодовка, протест, это его законное право. Проверят, кормят ли Сенцова принудительно, должен Европейский суд по правам человека. Из Страсбурга уже поступил запрос в Москву с просьбой предоставить медицинскую документацию и всю информацию о состоянии здоровья заключенного. Также российские власти должны отчитаться, соблюдается ли конвенция по правам человека в отношении Сенцова. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной группы Павел Чиков. По сути это означает, что власти обязаны не допустить смерти Сенцова, но и не вправе использовать способы принудительного кормления. Обращение Европейского суда поступило в Россию после того, как адвокаты Сенцова подали срочную жалобу в Страсбург. Москва должна предоставить данные до 27 июня. С призывом к России освободить Сенцова и других политзаключенных постоянно выступают западные политики, звезды и международные организации. Сегодня это были послы стран Большой Семерки и Американское посольство в Украине. Между тем в Москве заявили на последней встрече российского президента с генсеком ООН. Вопросы Сенцова и политзаключенных не обсуждались. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. На Донбассе сегодня стреляли реже. На Луганском и Донецком направлениях полная тишина. Боевики открывали огонь только в районе Мариуполя, возле Каменки, Лебединского и Гнутого. А вот накануне вечером враг провоцировал наших военных под Авдеевкой. Подробнее Геннадий Вивденко. Украинские воины называют этот путь стометровкой жизни. Зимой здесь надо пробегать очень быстро. Но сейчас здесь относительно безопасно, потому что зеленка нас скрывает. Ночью в районе Авдеевской промзоны снова был бой. Окупанты начали со стрелкового, но в конце концов традиционно перешли на тяжелое вооружение. Есть все. И тяжелое работает, и стрелковое оружие работает. Но мы можем ответить. Работаем, как обычно, стандартно на подавление огневых точек, недопущение ведения огня в сторону наших позиций, в сторону нашей территории. Враг использует на этом фланге тактику засад. Раньше здесь был дачный поселок. В 50-100 метрах от наших траншей под фундаментами неприятель обустраивает блиндажи. Ночью, а иногда даже днем оттуда атакует. Тяжи работают в основном. Именно тяжи. И ночью. 120-е, 82-е калибры вообще достают очень сильно. АГС, опять же, их нет. То есть БЭХ периодически выезжало. Это все по соседям работает. Украинские войска тщательно укрепили здесь позиции. Сейчас полдень, максимальная жара. Передышка. К тому же с той стороны наблюдения ведут вражеские снайперы. Мы тоже строимся, тоже укрепляемся. Поэтому по-другому никак. Иначе наша жизнь... Сейчас жарко, немножко попустит. Солнышко перейдет к нам за спину и будем работать по-нормальному. А пока снайперки. Поэтому солнышко будет им в лицо. Тогда будет все нормально. На днях наши бойцы уничтожили одно из укреплений врага. Геннадий Вивденко, Дмитрий Раскольников, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Почти 700 бакалавров Нацакадемии внутренних дел сегодня получили звание офицера. Этот выпуск уникальный, потому что курсанты присягали дважды. Сначала в рядах милиции, а после реформы МВД полиции. Куда они отправятся служить, узнаем от Богдана Вербицкого. Даже не верится, что именно сегодня этот день настал. Свой выпускной студенты Академии внутренних дел ждали 4 года. И вот, наконец, курсанты становятся офицерами. В этом году ряды правоохранителей пополнят почти 700 бакалавров Академии. Более 20 выпускников получили дипломы с отличием. Будущие офицеры признаются, быть полицейским – это призвание. Эта сфера мне очень нравится. У меня в семье никого нет. Я не знала, что это такое. И я хотела быть первой в семье. Поэтому и поступила сюда. В отличие от Лилии, у Максима старший брат работает следователем. Поэтому над выбором профессии он долго не думал. Пошел по его стопам. Это символ дальше рывок в жизни. Получается, выйти в взрослую жизнь и пойти своими стопами. А вот близкие другого курсанта, Вадима, тяжело переживали разлуку. Поэтому у них сегодня двойной праздник – выпускной и долгожданная встреча. У меня целая группа поддержки. Моя любимая мама, которую я очень люблю. Моя любимая девушка. Они приехали меня поддерживать. Курсанты взволнованы. Праздник, конечно, долгожданный. Но за одногруппниками все же будут скучать. У нас специфичный учебный заклад. И тут действительно очень все с дружкой. Так как мы с раннего до вечера, с шестого до девятого, до десяти, мы без конца порядок. Вместе празднуют и окончание учебы. Знаете, мы пережили и хорошее, и плохое. Были тяжелые моменты. И счастливые моменты. Эти люди, которые меня окружают, они стали частичкой меня. Еще в начале четвертого курса студенты академии получили направление на работу в различные регионы. Служить офицеры будут и в Донецкой, и в Луганской областях. Богдан Вербицкий, Алексей Шматов. Подробности – телеканал «Интер». «Нафтогаз» создаст общую базу потребителей газа. На днях эту правку внесли в закон о нацбезопасности. Впрочем, подобный реестр уже существует. Кому это выгодно, разбирались наши корреспонденты. Скандальную правку в закон о нацбезопасности профильный комитет внес по требованию «Нафтогаза», объясняет эксперт рынка энергетики Валентин Землянский. Подчеркивает, такой реестр уже существует. Что было бы логичнее в этой ситуации, логичнее было бы создавать все-таки комплексный реестр. Если потребители коммунальных услуг, тогда в этом была бы логика. Но еще раз повторюсь, опыт есть, он функционирует, он виден. И зачем это повторять? Более того, прописывать это в законе о национальной безопасности, никакого отношения, по большому счету, не имеет к внешним и внутренним угрозам. Международные эксперты рынка газа разводят руками. В Европе подобные базы существуют уже давно, только к их созданию подходили комплексно, включая все предприятия, предоставляющие различные коммунальные услуги. К тому же реестр создавала не отдельная компания, а профильное министерство. Если посмотреть роли ответственности всех участников этого процесса, тут, естественно, не могут быть ответственными за создание такой базы, или создание такого реестра. Не газовики, не тепловики, не теплокоммунэнерго, а именно государство. В случае Украины, если применить опять аналогию к подобным министерствам, которые работают в Чешской и Словацкой республике, в Польше и так дальше, это, по-моему, министерство Минсоцполитики. Точно это кто-то из существующих министерств, которые должны создавать единый регистр принимателей субсидий. Впрочем, политологи в правке нафтогаза видят одну цель – в очередной раз подзаработать. На создание прошлого реестра государство потратило около 100 миллионов гривен. В этот раз сумма удвоилась. Вот эта конкретная правка по якобы созданию реестра потребителей газа, на мой взгляд, это тоже некая манипуляция. Для чего сейчас хотят это сделать? Мне кажется, что, скорее всего, просто нафтогаз решил очередной раз подзаработать и из бюджета для своих нужд под видом очередной каталогизации, систематизации пользователей просто ни много ни мало, там около тоже сотни миллионов себе откусить. Действия украинского монополиста возмутили и нардепов. Если нафтогаз хочет создать настолько, я понимаю, свою особистую базу и привлечить себе эту базу для того, чтобы поделиться 200 миллионов гривен, то мне кажется, это недоречно. Я думаю, что нафтогазу есть чем сейчас заниматься. Хай выиграют апелляцию в Стокгольм, в Газпрому. Остолько 25 миллионов долларов США они уже между 40 работниками поделили. Нафтогазе сам по себе ничего не производит. Они, по сути, обычные спекулянты, бесполезные для государства и для народа. Они берут газ украинской добычи, продают его в 3-4 раза дороже, просто выкачивая деньги из людей, платят себе астрономические многомиллионные зарплаты. Впрочем, возможность отчитаться своей деятельности и объяснить ежемесячные миллионные доходы у топ-менеджеров нафтогаза вскоре появится. Парламентарии намерены вызвать его руководство на ковер, однако спикер, по их словам, пока не подписывает соответствующий документ. Александр Васильченко, Ксения Барвиненко, Данил Снисар, Виталий Коваленко. Подробности телеканал Интер. Первое заседание по делу экс-нардепа Николая Мартыненко. Слушание проходило в Шевченковском райсуде столицы. Обвинение наставило на ограничениях для Мартыненко и других фигурантов дела, в частности на запрете на выезд за границу. Якобы подозреваемые могут сбежать. По словам защиты эти подозрения беспочвенные, в итоге суд отказал прокурору в ходатайстве и постановил, что Мартыненко по-прежнему может покидать страну. Кроме этого суд вернул обвинительный акт обратно в САП на доработку. Першая часть, что прокурора полностью отказали в колпотаниях по обмежению наших прав. Это была наша позиция в том числе. Другая часть решения повернули ввинительный акт антикорупционной прокуратуры. Было только оглашено кинцевое решение, без полного решения. И сейчас коментировать это вопрос я просто не могу. Можно было бы это пропустить, тогда бы на одно заседание мы бы трошки пришвидшили бы процесс. Менше бы вытратили государственные деньги. Это означает, что прокурор, получив ввинительный акт, смотрит, какие недолики, и он обязан их усунуть. Проблема в том, что он может усунуть их месяц, два, три. Мы знали про него недолики, мы понимали, что в многих местах есть и источные, Но мы требовали и раньше, и сейчас справедливого суда. Мы же втумились, ну реально, мы втумились от этих походений. То от детектива, то от прокурора. И возвращаемся к вчерашним событиям в Харькове, где в мэрии произошла потасовка между радикалами и муниципальной охраной. Все подробности в материале. Напоминаем, вчера в Харьковском горсовете произошли стычки между радикалами и муниципальной охраной. Похоже, что заигрывание мэра города Геннадия Кернеса с радикально настроенными группировками привели к обратному результату. В больницу к медикам сегодня обратились еще две сотрудницы мэрии, которые надышались вчера дымом шашек и газовых баллончиков во время беспорядков. У них проблемы с дыхательными путями. Реакция отбывается в рамках криминального проведения. Это ясно, если подчас досудового следствия будут долучшены до справы факты, которые действительно свидетельствуют о порушениях, которые квалификуются за другую статью, то будет или изменена эта статья, или додано открытое еще одно криминальное проведение за другую статью. Сейчас продолжаются следственные действия, установлены все обстоятельства, свидетельства. Аполитологи в Харькове считают, что произошедшее означает ослабление Геннадия Кернеса и похоже на потерю им контроля за ситуацией в городе. На мой взгляд, проявление вот таких вот элементов, как слезоточивый газ, такие, знаете, элементы такого определенного насилия, это не признак силы, это признак слабости. Потому что, когда власть уверена в себе, когда она контролирует полностью ситуацию, она просто ей незачем идти на такие меры. Поэтому, конечно, я думаю, что можно говорить об определенной утере контроля над ситуацией. Какие-то, видите, уже такие есть элементы неконтролируемости. Геннадий Адольфович правильно дал себе собственную оценку о том, что по состоянию здоровья он дальше руководить мэрией города Харькова фактически не способен. И, мягко говоря, начал устраняться отдел, несмотря на отдельные его заявления. То, что на защиту постарался выступить Руденко и был посажен в мусорный бак, это отношение к тем заместителям, которые оказались с Кернесом, но у которых нет собственного авторитета. Впрочем, нет никаких сомнений, что МВД и СБУ контролируют ситуацию в городе и не допустят развития подобных событий. Андрей Кровец, Вячеслав Никифоров, подробности, телеканал Интерхарьков. Отремонтировать дороги, школы и больницы обещают жителям Купянского района в Харьковской области. Причем сделать это уже в течение ближайшего года. Насколько это реально, разбирались наши корреспонденты. Купинский район один из самых отдаленных на границе с Луганской областью. Годами до райцентра не было дороги. В прошлом провели капремонт. Практически восстановили сообщения с областным центром. В самом городке благодаря децентрализации ремонтируют школы, садики, больницы. На праздновании дня рождения района возле Дома культуры юные дарования показывают, на что гораздо. У семилетнего Андрея поет вся семья. У меня пять деток. Все поют, все танцуют, занимаются бальными танцами, посещают музыкальную школу. Певческая музыкальная семья. Теперь они будут ходить в новый актовый зал Дома культуры. Его не ремонтировали последние 30 лет. А вот эта Купинская спортивная школа появилась на месте старого книжного магазина. Здесь занималась легкоатлетка, участница двух олимпиад Наталья Погребняк. Этой весной здесь сделали капремонт крыши и утеплили стены. Перенесли спортивную школу и началась реконструкция, возобновление залов, реконструкция зданий. Больше 400 детей занимаются в нашей спортшколе. Секция вольной борьбы, бокса, легкой атлетики, волейбола. Собираемся открыть отделение гонбола. А это Глушковский детсад. 65 детей родители привозят сюда из трех соседних сел. Новый бассейн, отремонтированный актовый зал. Сотрудники говорят, малышей становится все больше. Планируют открывать еще одну группу. Я поддерживаю. Я бы хотела, чтобы открыли, потому что действительно воспитателям тяжело работать, когда очень много детей в одной группе разного возраста. У нас для детей на сегодняшний день есть все умовы. Есть хорошее харчевание. 60% за рахунок сельской рады местного бюджета и 40% за рахунок батьков. В этом году в Купинском районе планируют отремонтировать 30 коммунальных зданий в планах восстановления площадок и освещения улиц. В Купинском районе будем уделять внимание ремонту, охране здоровья, образованию. Будем строить дороги, будем ремонтировать инфраструктуру социальную, будем спортивные майданчики развивать и строить. Бюджетная децентрализация нам дала увеличение финансовых ресурсов, поэтому сделаем все для того, чтобы люди увидели этот результат. И первыми в области в Купинске отгуляли выпускные вечера. Светлана Шекер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерпханковской области. Убийцы в белых халатах. В английской больнице как минимум 450 пациентов залечили до смерти большими дозами опиоидов. Эта практика продолжалась в течение 90-х. Все подробности узнаем от Светланы Чернецкая. Она в Лондоне. Вот уже почти 20 лет родственники погибших пациентов добиваются справедливости. Члены их семей в разное время были пациентами госпортской больницы. И ни одного из них так и не вылечили. Из этого госпиталя больных отправляли только на кладбище. Причем независимо от диагноза. Люди поступали сюда после операции или серьезных болезней восстанавливаться. Но лечили всех одним и тем же методом. Выписывая мощные болеутоляющие средства. И часто в рискованных сочетаниях с другими лекарствами. Даже если пациенты не жаловались на боль. Им кололи диаморфин. Это тот же героин. И большими дозами доводили людей до смерти. У нас был доступ к медицинским делам более 1500 пациентов. С 456 из них умерли из-за чрезмерного и неоправданного применения опиоидов. Записи еще как минимум 200 пациентов пропали. Их жизни тоже были сокращены. И это прямой результат существующей на то время схемы назначения и введения опиоидов. Независимая комиссия во главе с бывшим епископом Ливерпуля постановила, что в больнице пренебрегали человеческой жизнью. Это длилось с 1989 по 2000 год. И ответственной за такой подход к лечению пациентов является доктор Джейн Бартон. 8 лет назад ее признали виновной в серьезных профессиональных нарушениях. Но до суда дело не дошло. Более того, ее даже не лишили права продолжать медицинскую практику. Правда, она ушла на пенсию вскоре после дисциплинарных слушаний. Но главный вопрос, почему никто из персонала больницы не поставил под сомнение ее методы? Это трагическая история, и мы должны сделать все возможное, чтобы подобное никогда больше не повторилось. Выводы расследования очень тревожные. Это расследование проводила независимая комиссия. И она только лишь установила факты. Дальше дело за полицией. Там сейчас решают, достаточно ли доказательств для открытия уголовного дела. Родственники погибших обещают не сдаваться, пока виновные за эти ужасные преступления не предстанут перед судом. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Скандал, разделивший Америку. Дональд Трамп под давлением общественного мнения запретил разлучать детей и родителей при задержании нелегальных мигрантов. Насколько серьезна проблема, все выяснил Дмитрий Анопченко. Тут уже не до политики. Страну захлестнули эмоции. Даже тем, кто настроен против мигрантов, детей искренне жаль. Рассказывая о малышах, которых забирают у родителей, телеведущая расплакалась в прямом эфире. И вместе с ней рыдали зрители у экранов. Новости действительно заставляют расчувствоваться. Только за последние недели 2300 детей отправили в приюты. Среди них есть совсем крохотные, но надирателям запрещено брать их на руки или даже прикасаться, чтобы утешить. И если на критику международных организаций здесь, в Белом доме, практически не обращали внимания, то когда штат за штатом стали забирать свои подразделения национальной гвардии с границы, когда слова осуждения звучат уже не от демократов, а от однопартийцев, республиканцев, то власти вынуждены были отступить. Ведь уже осенью выборы. И этот скандал одного за другим может утащить на дно кандидатов в губернаторы и в Конгресс. Вот Дональд Трамп и пошел на уступки. Прилюдно подписал указ, запрещающий разлучать детей с родителями. Но проблему это ведь не решает. Ну неужели малышам будет лучше вместе с ними в тюрьме? А сами нелегалы, пытаясь пробраться в Америку, берут с собой детей специально, используя как живой щит. При Обаме задержанных с малышами на руках попросту отпускали. И, по словам Трампа, дети становятся для мигрантов билетом в Америку. Выбор теперь непростой. Смотреть на происходящее сквозь пальцы президент тоже ведь не может. Ему предвыборное обещание выполнять надо. Законы, которые и так отстаивают Дональд Трамп и его избиратели, действительно предписывают арестовывать нелегалов. Но огромный вопрос, а с детьми при этом как быть? Отправлять в приюты действительно негуманно. Отпустить некуда. Освободить и депортировать вместе с родителями? Ну что ж, нелегалы тогда на следующий же день попытаются снова перейти к границу. И этих самых детей с собой как страховку возьмут. Решения пока нет. Возможно, поможет Конгресс. Уже сегодня Палата представителей рассматривает новый законопроект. В нем предлагают семьи не разделять, зато максимально укрепить границу. В том числе и стену Трампа начать строить. Но проблему и это не решит. Ведь в Штатах уже сейчас живет, по разным данным, от 12 до 15 миллионов человек без документов. И каждый день в страну стремятся все новые и новые нелегалы. В том числе и с детьми на руках. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. В Украине могут ужесточить ответственность для недобросовестных заемщиков. В первую очередь речь идет о юрлицах, которые должны банкам миллиарды гривен. Как и кого заставят платить, и как выглядит европейская практика в этом вопросе. Об этом в материале. Михайловский форум Дельта, финансы и кредит, Крещатик, Родовит. За последние 4 года в Украине лопнули 90 банков. По оценкам экспертов, банки-банкроты до сих пор должны украинцам более 266 миллиардов гривен. Одна из главных причин массовых банкротств – выдача кредитов под непроверенные и часто сомнительные документы. Той банкопат, который произошел в последние 3 года, как раз одной из важных причин был в этом вопросе. Банки не могли добиться выполнения тех обязанностей, которые были зафиксированы в соответствующих договорах. По руки, заставы. Защищают вкладчиков лопнувших банков в фонде гарантирования вкладов. Каждому здесь сразу же выплачивают гарантированную сумму в 200 тысяч гривен. Чтобы вернуть деньги тем, кто хранил большее, нужно сначала возвратить те самые кредиты, по которым большинство заемщиков не платят. Усилить ответственность нечестных заемщиков хотят в парламенте. Там разработали законопроект, который сделает невозможной выдачу денег под сомнительные документы. К примеру, дома или заводы, которые существуют лишь на бумаге. В Германии, как и во всем Евросоюзе, такое было бы просто невозможно, уверен юрист крупной юридической фирмы в Берлине. Чтобы получить кредит, здесь нужно объяснить, зачем он. Показать все свои доходы и имущества, а главное – представить положительную справку шуфа. Это, по сути, вся платежная история человека. Без нее в Германии не то что кредит, даже арендовать квартиру невозможно. Все документируется. Если вы не платите за телефон, то это уже негативно отобразится в справке шуфа. И у вас возникнут сложности с арендой квартиры, получением страховки. О кредите я вообще молчу. Фирмы, которые хотят взять взаймы, проверяют еще тщательней. Раньше случалось, что, например, недвижимость, которая являлась залогом, оценивали дороже, чем она реально стоила. Сейчас все тщательно проверяет специальный эксперт. Кроме того, банки больше не выдают кредиты, сумма которых намного выше, чем стоимость залога. Именно кредитная история и более пристальная проверка залогового имущества могла бы обезопасить украинцев от мошенников, нечестных фирм и банкиров, уверены в фонде гарантирования вкладов. Там просто будет выгодно быть добросовестным, оскільки, если ты добросовестный позичайник, ты будешь отримувати послуги. И не только финансовые послуги, а и другие послуги. Набагато дешевше, чем недобросовестный, тот, который не имеет позитивную кредитную историю. Ни каким образом у нас не стимулируется добросовестность. Это вопрос и развития тех самых кредитных бюро. И стимулирование того, чтобы люди имели эту кредитную историю. Это тоже много зависит от государственных регуляторов. И от Национального банка, и Комиссии финпослуг, и других регуляторов финансового рынка. Чтобы действительно формировались кредитные истории, позитивные кредитные истории. И люди боролись за то, чтобы у них была позитивная кредитная история, как это существует и в краинах, и Европе, и США, и Канаде. А закон о защите прав кредиторов поможет не только возобновить кредитование, в том числе и на квартиры, а и в первую очередь еще больше защитит самих украинцев, уверены эксперты. Но вот главное, чтобы законы выполнялись. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер. В Херсоне началось судебное разбирательство по делу предприятия «Каховка протеин Агра». Я напомню, этот завод по переработке соя, один из крупнейших в стране, и страсти вокруг него не утихают уже несколько лет. Почему в здании суда сегодня пикетировали активисты, разбирались наши корреспонденты. По зданиям хозсуда в Херсоне активисты организации стоп-коррупции заявляют, по их данным, на судью, которая рассматривает дело «Каховка протеин Агра», оказывает давление председатель суда. А его, в свою очередь, принуждает к этому местный прокурор. Общественники решили вмешаться, чтобы сделать процесс максимально прозрачным. К активистам выходит председатель судья, чья фамилия на плакатах. Обвинение в свой адрес отрицает, дескать, живем в правовом государстве. Впрочем, вмешательство прокуратуры в этот хозяйственный спор уже факт. Напомню, борьба за предприятие активизировалась в январе. Тогда в Новую Каховку прибыла группа сотрудников ГПУ из Киева. По их решению, бывшие собственники завода выставили свою охрану. Ранее за многомиллионные долги банк забрал у них предприятие и передал в аренду нынешнему владельцу. И вот прежние хозяева, не дождавшись судебных постановлений, прибегли к помощи правоохранителей и тетушек. Не побрезговали даже силовым захватом с применением огнестрельного оружия. С тех пор прежние владельцы удерживают завод. Сотрудников внутрь не пускают. Законные владельцы пытаются доказать свою правоту в суде. Сегодня на подготовительном заседании они заявили о расширении исковых требований. Помимо признания права аренды за собой, настаивают, чтобы им обеспечили беспрепятственный доступ на предприятие. Завод закрыт, завод не работает, люди не могут попасть на рабочие места. Более того, мы подозреваем, что имущество завода находится под угрозой. Возможно, его будут портить или вывозить. Нам это неизвестно. Поэтому мы всячески пытаемся защитить свои права в судах. Представители второй стороны конфликта общаться с нами отказались. Кстати, именно они в свое время вывели на подставную фирму кредит Надробанка на строительство завода. Деньги так и не вернули. И таких незаконных сделок, которые провернули братья Сигал, было довольно много. В результате сумма убытков Надробанка уже достигла 8 миллиардов гривен. Об этом говорится в информации, которую опубликовал сегодня фонд гарантирования вкладов. Константин Редин, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер. В Киеве попрощались с Иваном Драчом. Политик, поэт-шестидесятник, киносценарист. Церемония прошла во Владимирском соборе столицы. На прощание с Иваном Драчом во Владимирском соборе пришли сотни людей. Жалко, очень жалко, что он ушел. Человека с такой душой, с таким пониманием всего того, что происходит, с такой любовью к стране. Сейчас этого человека будет очень-очень не хватать. Он дебютировал в период хрущевской оттепели в 61-м. Его стихи переведены на многие языки. В 1989-м Иван Драч возглавлял народный рух и активно отстаивал независимость Украины. Те, кто знал его лично с начала творческого пути, говорят, С первых строк было ясно, он – будущее Украины. Проводить последний путь поэта пришли и первые лица государства. Поэт, душа нашего народа, шестидесятник, который в конце 80-х, на начале 90-х, на определенный час, оставил творчество для того, чтобы створить наибольший свой творчество. И наибольший этот творчество. И этот творчество называется «Независимость Украины». Похоронили поэта, как он и завещал, в родных тележенцах Киевской области, рядом с могилой сына. Анастасия Старовой, Вячеслав Фролов. Подробности – телеканал «Интер». И снова «Демократия». Выставка с таким названием открылась в галерее современного искусства «Пинчук Арт-центр». В экспозиции работы украинских и зарубежных художников их картины, как уверяют организаторы, побуждают зрителя к размышлениям на тему выборов и демократии в целом. Особое внимание привлекает работа художника Такаси Мураками. Он создал на холсте образ популистов во власти. Украинские же участники в этот раз решили уделить внимание Львову, в частности, его советскому периоду 80-х-90-х годов прошлого века. Кроме этого, кураторы проекта сейчас работают над созданием архива современного украинского искусства. Если вы посмотрите, увидите вертикальные линии на полотне. Одна из самых больших сложностей – сделать стыки кусков обои так, чтобы их не было видно. Поэтому со мной приехал специалист. Это была самая большая сложность в инсталляции этой работы – сложить все детали правильно по специальной технологии. Исследовательская платформа – это довольно молодой проект, который был запущен в 2016 году. И основная его задача является изучать, скажем, систематизировать знания об украинском современном искусстве. Выставка сегодняшняя, которая называется «Красная книга. Советское искусство Львова 80-х-90-х». Это уже пятая исследовательская выставка. Это все новости на сегодня. Итоги недели завтра в этой студии подведет мой коллега Алексей Лихман. Я прощаюсь с вами до субботы. Хорошего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok